Ну, сейчас мы это все увидим, оценим, посмотрим, так сказать, своими глазами, какие у них стратегии Никс Асахин. Интересно. Получается, Никс у нас отправится, я так понимаю, в мид? Суппорт это будет, наверное. Это будет суппорт? Или мид, да. Или мид, скорее всего. Мидл или суппорт. Ну, сейчас последний пик нам все расставит, скажем так, по местам. Ну, как-то на Никса Саппорта я уже супер много времени не видела. Периодически он заходит, периодически мидл заходит, периодически вуфлейн, ну да, он как-то выпал. Такой редкий гость у нас стал в пиках. Ну да, но вот именно на Саппорте, мне кажется, самое редкое. Если в Харде, вот буквально даже вчера мы с тобой комментировали игру с Никсом в Харде, то в качестве Саппорта, мне кажется, герой такой очень ситуативный. Он как раз на Саппорте очень характерный для этого региона, и очень любят пикать Фнатики на Саппорте. Он как раз игрок команды Фнатик Диджей, который играет на четвертой позиции, он очень любит отыграть у нас на Никсе Саппортом. Ну, ты уже надо, скажем так, очень четко уметь играть на этом герое, прям знать, что тебе надо делать по игре, где находиться, так как герой очень ситуативный в плане, вот если у него, опять же, мы обсуждали такого героя, да, если у него не упадет, то далее по игре он становится менее и менее полезен. Там у людей, ну, появляется у игроков потом БКБ, и, соответственно, Нюкс, скажем так, пропадает. Но это все-таки Нюкс Саппорт, потому что добирают Тинкера Бионту Инфинити. Получается такой у нас интересный пик. Вроде бы и Пуш есть, вроде бы и Лейт тоже есть. И, в принципе, на замес очень много всего, что хочется отметить. А Лукасы берут Инвокера. Это Карл на Инвокере. Если ты помнишь, вчера тоже был Карл. Ну вот, Карл был на факе, сейчас Карл на Инвокере. Да, посмотрим, что из себя представляет этот молодой человек на Инвокере. Очередная, вот вчера 4 игры было от Лукасов, и они 4 разные стратегии показывали нам. Сейчас, в принципе, ну ладно, там плюс-минус 20 разных героев у них было, да? В 4 последних картах. И тут опять появляются Лордары, появляются Инвокеры, мы от них не видели. Мы от них не видели Фантом Ассасин. Мы от них не видели Феникса. Феникса, по-моему, тоже от них не видели. Нет, не видели, не видели. Это УВГ, по-моему, был, да? Ну, Феникса я 100% от них не видела. Я видела, как Ябиш играет у нас. Нет, у них был Феникс в первой игре, самый против Орэнштейринг. Как раз Мунилл Войт и Феникс. А, да-да-да-да, точно, точно, точно. И все вспомнила, вспомнила. Ну что ж, давайте представим героев, игроков, кто на ком играет. Итак, команда Лукасы, Феникс, Ябиш, Саппорт, Карл, Миди, Инвокер, Яш, Слордар, Роялти играет у нас на Фантом Ассасин. Анчевс играет у нас на Леоне. И команда Beyond Infinity. No Chance будет играть на Нюкс Ассасине. Zedis Bug будет играть на Shadow Demony. Blizzard будет играть на Terrorblade. Zedis Wift будет играть в Миди на Тинкере. И Batasai будет играть в оффлейне на Тайтхантере. Расходятся у нас герои по линиям. В хороший вардик у нас ставят Ябиш. Не знаю, заметили ли нет этот вард. Ой, какой классный сет у Нюкса. Молодец парень, пятерку тебе поставлю. А, понятно, теперь я поняла, почему это классный сет. Профессиональное снаряжение, значит, от Смайла. Да, понятно, понятно. Да, да, он четкий. Смотри, смотри. Я болею за индусов. Я поняла. Сняли вардик, да. Кстати, вард разбили сразу же. Заметили, значит, все-таки у нас с Фениксом. А как же, комментаторы должны быть беспристрастными. Это не ко мне, я всегда пристрастный. Я всегда болею за слабых. В принципе, кстати, я с тобой поддерживаю. За них болеть интереснее. Потому что у сильных и так есть сила, скажем так. Когда ты болеешь, интереснее комментировать, интереснее эмоции свои показывать. Я пыталась это как-то рассказать нашим зрителям, но они говорят, нет. Зачем нам слушать? Я буду болеть за Beyond Infinity зрителя. Ругать можете не ругать. Какой же смайл у нас, скажем так, жесткий. Я болею, давайте, хейтите меня, идите сюда. В смысле, когда ты комментируешь наших ребят, когда наши играют, скажи, что ты не болеешь за них. Все болеют, и я болею. Особенно на всяких крупных турнирах. Хочется, чтобы все-таки наши ребята побеждали. Ну, знаешь, люди, которые ставки делают, они, наверное, болеют против. Люди, которые ставки делают, им плевать на дот вообще. Практически всем. Им важно заработать деньги, правильно я тебя понимаю? Важно заработать что-то на ставках. Комменку лишнюю. Плюс-минус, да. Ну, ладно, поговорим мы пока, конечно, про лайнинги. И вот сейчас на топе отцепляют у нас Слардара. Станчик от него же. Подкоп от Нюкса. Очень хороший подкоп. Подкоп. Ой-ой. Шадоу-демон. Шадоу-демон. Кто же умрет первый? Живет. Еще один стан от Слардара. Шадоу-демон также мансит. Слардар у нас уходит. А вот Шадоу-демон. Шадоу-демон. Хорошо у нас отъедается танго. Будут забирать. Нет, не будут забирать. Господи, как они живут. Один 15 хп, второй 15 хп. Слушай, как же они друг друга размонсились. Сейчас Шадоу-демон пойдет, наверное, отдаваться нейтралам. И Феникс, на самом деле, наверное, было бы тоже неплохо так сделать, потому что у него совсем с хп проблемы. Есть только два тангуса. Шадоу-демон даже решил пока не отдаваться, просто сделать отвод. Но вообще ему надо, конечно, чуть более аккуратным быть. А нет, все-таки все. Отдался, отдался. Отдался один уже погиб. А вот Феникс пока решил остаться, скажем так, на линии и кушать танго. Ну, по поводу Мида. Инвокер против Тинкера. На самом деле, мне очень интересно, как будет играть Карл. Этот герой, игрок, скажем так, достаточно меня бы заинтересовал, потому что то он очень хорошо отыгрывает, то он очень плохо отыгрывает. Он какой-то прям, знаешь, такой нестабильный, но интересный, потому что я, например, видела... Он очень такой агрессивный, если ты помнишь, у нас в первых играх там все время с ним было связано соло какие-то фраги, либо он соло умирал, либо соло убивал. Да, и у него есть такая функция, что он может просто так умереть. Ну, по... Один-один. Было такое пару раз. Потом, по-моему, на паке это было у него. Кстати, на паке он выиграл эту игру. Да, от Тинкерсоу набирал там регулярно. Может, у него стратегия такая, немного фидануть, а потом уже, в принципе... Ой, ей, пять стаков на Тлардоре, как ему больно. Да, супер. Были бы вторые стаки, он был умер. Второй уровень прокачки. Прихода пользы. Придется ему теперь идти на базу, покупать себе сапог, твешку. Ну, правильно. Некоторые, вот, знаете, я смотрю на некоторых игроков. Они вот, а-ля вот сейчас вот 170 хп осталось у Слардара. И они стоят прям до победного. Ну, и тем самым, на самом деле, очень рискуют отдать там вот на данный момент фб какую-то и так далее. Здесь я решил, скажем так, на верочку сыграть. Ничего ты там сильно не потеряешь, что сходишь на базу, сделаешь тп. В это время там Феникс твой какой-то левел, возможно, получит и так далее. Это все правильно. Зачем? На базу сходил, подрегинился, а Пифулова пришел. Можешь стоять и размениваться хп-шкой хотя бы. Ну да, да, да. А так ты даже к репам не можешь подойти. Сейчас атака у нас будет на Слардара как раз-таки. Станчик достаточно по таймингу. А на базу. И убегает спокойно спринти. Нормально, нормально. Разводит тут, скажем так, на спл. И развлекает саппортов команды. Он очень хорошо оттягивает, они эту линию оттягивают тем, что два суппорта стоят на топе и не двигаются. Они статично стоят и пытаются загнобить эту Феникса с Лордаром. И при этом миддл инвокер спокойно стоит, формит, соответственно, низ тоже гоняют. Никто не приходит помогать. Поэтому две другие линии спокойно формят. А эта линия очень сильно напрягается. Но тот экшен будет какой-то жесткий. Карапаст успел прожать у нас Нюкс. Уходит, нормально. Слушай, 4 минуты. Даже ФБ нету. Хотя все достаточно активно у нас. Феникс находится в инвизе. Он у нас второго левела. Сейчас могут убивать. Шадоу демона, скорее всего. Пошел станчик, лазер, подкоп лазер сбивается. Надо добивать. И, скорее всего, это будет у нас ФБ, которая забирает Слардар. Теперь Слардар... Ой, Феникс. Феникс подстрял, на самом деле. Ну, у него ботинок, скорее всего, просто на ноги убежит. Нету замедления, никаких нет станов. Стана, да, не хватало маны. Соответственно, Нюкс просто его пытается сужить. Ее, Нюкс может догнать. Ну-ка, на ножки. Ну-ка, ехать, пошел. Испугался, испугался. Ну да, его, тотал забрал бы, он что дальше пошел бы. Нитралом отдался Слардар. Он решил. Опять, он там очень лом был и по мане, и по хп. Теперь, соответственно, давай посмотрим, что у нас с миди. Ну вот, мне, кстати, по поводу того, что дабла пошла в хард, мне, допустим, это очень нравится. Во-первых, они сейчас смогли еще и ФБ забрать, да? И это про... На миди, опасненько. Да, умирает. Вот, кстати, Карл начинает свой поход в доту. Начинает не слишком, на самом деле, удачно. Только Слардар отошел со своей линии. Феникс также, которые там ходили на базу, регенились. Как Шадоу Демон, на котором сделали ФБ, решил сразу же пойти, скажем так, погангать мид. И вышло это у него на 5 с плюсом, потому что умер инвокер, и фраг еще как раз достался Тинкеру. В это время у нас Тайтхантер погибает от Санстрайка. Сразу Карл реабилитировался, соответственно. Получилось у него попасть. Ну и очень круто, что вот сделал такой фраг. Хотя бы как-то у него сейчас пойдет. Мы с Рустамом тут одну тему обговаривали, как раз таки, и то, чтобы суппорты... Ну, как-то нужно поменять эту фишку, чтобы суппорты так вот не отдавались с лоу ХП крипам. Ну, чтобы они там... Ну, это то, что бред полный, это имбаланс. Ты накоцался, пошел, отдался. Ничего практически не потерял. Потом купил себе ТП-шку за 50 голода, и ТП шнулся фуловой. Ну, на самом деле, имбаланс это был бы, если бы это могла делать одна команда. А так это могут делать две команды, поэтому... Ну, это... Ну, как-то не очень. Не должно такого быть. Нужно как-то это пофиксить. Мне кажется, в каком-то патче это все-таки заедет. А может быть, побольше золота будут снимать в начале, как раз таки. Или побольше золота будут отнимать, если ты там нейтралом отдаешься. Вот что-то из этой серии. Потому что это надо фиксить, на самом деле. Ой-ой-ой, Слардар. Слушай, посмотри, как ему больно, а? Ну, он сейчас, конечно, уже станчик. Юксу надо было подходить и вписывать Карапас. Специально на Карапас ловить, чтобы Слардар как-то подзастанился, чтобы счет-то бы ему смог вписать пару тычек. Но он так не сдал. Ну, 230 хп осталось у Слардара. Однако у него в любом случае есть Транквилы. Так что, если что, он отрегенится. Что там в миде? У нас инвокер левел 7, 29 на 17. Против тинкера 32 на 10. Старается Денайт, но стоит примерно ровно. Ну, это единственное, что с помощью ганга Шадоу Демона тинкер инвокера... Ой-ой-ой-ой, сверху Слардар. Но нет, нету формы УТБ. И еще может, на самом деле, умереть у нас Шадоу Демон. Ой, какой стан, стан. Вот сразу надо было Слардара уходить. А нет, Стики, Стики, слушай. Стики заюзал и еще на развороте ульт повесил такой... Какой он, сбык на Слардаре. Он вообще очень агрессивно играет. И, честно говоря, развлекают они своих соперников, на самом деле, очень даже жестко. Сейчас Шадоу Демон второй раз погиб. Ой, третий уже. Ну, второй раз, потому что один раз он отдался нейтралам. Может опять в мид попробовать выйти на того же инвокера. Какой-то ганг. По поводу Тайда. Знаешь, когда будет очень хороший момент, когда смогут, например, Дайр у нас отыграться на этой трепле. Когда Тайдхантер получит шестой левел, он должен прийти, будет туда и развалить их. Неплохо, конечно, чтобы и к Тайду, на самом деле, поприходили. С Мортеретку погонять, потому что... Неплохо бы Тайду стаки поделать еще какие-то на Эншентах. Реведж есть. Мортерет очень мало хп. А вот и Никс уже идет. Четвертого левела. Он с... Ну, надо, чтобы как-то... Сейчас будет разводить. Сейчас будет разводить на прыжок. А там Леон. Там опасно. Все, он вышел с маком. Мортерет должна знать. А, вот все, от Хеллиана сена. Тайду забирает у нас в очередной, наверное, с Шату Демона. Опять у нас с Лордар уходит там на 50 хп. С последей, наверное, инфюсера индропа. А чего же он развернулся-то? А, нет, еще и Станчик. Слушай, ты такой уже наглый, а? Он на разводила. Разводила на 20 хп, такой, знаешь? Я с Арморщи повесил. Он с Траквилами. Сейчас отрегенится хорошо. Вот, 12 Траквилов в секунду. Буквально. За минутку будет уже фоллоу. Так, Леон, кстати, также приобретает себя Траквилы. Пятый левел. Ну, вот. В Мид бы, на самом деле, прийти как-то помешать Тинкеру. Либо помешать Тинкеру. Понимают, что Тинкер должен сейчас в лесах фармить. Так как вот Минк стоит мидии. Получается, такой нужный этому герою левел. Кстати, Арканы у него также имеется. Ну, вообще, Тайт. Тайт решил сходить на базу. Применил себя Айронталон. Ну, и 1-0 на него статистика. Реведж имеется. Было бы вот круто этот реведж как-то реализовать, на самом деле. Ой, Тинкер ловит. Тинкер ловит. И могут, может, убивать его. Нет, не будет. Под маршами. Очень опасно. Сейчас ракету еще может пустить. Нет, ракеты маны нет его. Но он на перетяжке идет. Никс успеет? Успевать должен. Да, успевать. Моноберт. Станчик буквально пара... А, есть удара. Да, да. Судара смогли забрать. Феникса. И счет становится у нас 4-3. В пользу пока команды Лукас. Ну, вообще, Мидас у Инвокера имеется. У Феникса у нас 5-й левел 2-1-1 статистика. Слардар такой... О, кстати, Слардар сейчас может даже подстрять немного. Нет, нет. Все-таки просто уходит. Опять на перетяжке идет Никс. Можно ловить. Ой, хорошо развеяли. Но тут Тинкер на хостах. И вряд ли Слардар отсюда уходит вообще куда-либо. Под Карапастико так подставился нормально. Тре-ве-ла у Тинкера. На 10-й минуте, на 11-й. В принципе, достаточно неплохой тайминг, на самом деле. 1-0-2 у него статистика. Ни разу не умирал у нас с Вифти. И вообще, у него-то все как раз неплохо. В это время на топе начинается пуш. Ну, как начинается, Тавор у 12 хп стоит. Его надо либо задонайить. Нет, как против Терров Блейда, задонайш Тавор. Терров Блейда уже имеется. У нас Драгон Лэнс. Тысяча голды сверху. И, соответственно, сейчас можно попойти там в леса под фармитель. Или, например, далее пойти, не знаю, может, по боту пушить. Снизу. Можно. Можно напасть. Пробовать. Нет? Подрывач-то? Как Терровач не иззаяц. Она давно была. Манман Батвенко ждет Нюкс. Сейчас можно ударить, застанете. И потом подойти подрывач. Ну, знаешь, что это Марта еще и прыгнуть сможет. Не знаю, хватит ли у нее. На Леон, на Леон надо уходить. Итак, пошел Ревадж. Сан-Страйк от Инвокера. Тайд Хантер погибает. Нюкс может только убить. Да, убивать. На Карпас нету. Есть Карпас. Хорошо. Она дальше пойдет. А что тратик-то не кинула? Ой, как плохо Нюкс сделал. Ой, как плохо Нюкс сделал. Нет, хорошо. Ну-ка, развод. Прячет. Феникс. Марши. Лазер. И хорошо, Мартара уходит отсюда. А Феникс, у Феникса нет ничего. Ну, и Феникс погибает. Ну, на самом деле, ничего страшного. Такой ровный размер. Ну, даже немного, наверное, все-таки в плюс для Лукасов, потому что у Дайр сейчас погиб Хардлайнер и Нюкс. Здесь погибло два спорта, скажем так. Хардлайнер все-таки чуть более важная персона считается. Хотя он уже второй раз погибает. Он седьмой левел, как тот же свой саппорт Нюкс на самом-то деле. Тенкер сейчас начнет выхождение в топ по Натворцу после получения Труэллов. Сейчас будет забирать фарм со всей карты, со всех лесов. Очень быстро. Сейчас быстренько-быстренько выйдет на первое место у нас по Натворцу. Ну, по идее, должен выйти будет. Ну, пока он вообще не умирает. У него просто все очень круто. Но по Натворцу немного отстает он. Но это буквально 200 голды. Ну, вот тот же Инвокер пока его опережает за счет того, что у него Минидас есть и так далее. Когда он сейчас начнет во всей карте летать, это, разумеется, будет очень быстрый фарм и так далее. Вообще, вот пока реведж, конечно, потратили, наверное, не захотят никуда идти. 50 секунд до реведжа, а потом можно просто по низу идти вместе с тем же Тирор Блейдом. Здесь противопоставить пока ничего не могут. Так как даггера у Слордара нет. То есть у вас, в принципе, нечем. А у самих будет все, что нужно. Бывает Тинкер с хорошим левелом для файта. Ой, хорошо, у них зашел снизу. У Билл Феникса. Вообще, пока, знаешь, даже вот если в целом посмотреть по ситуации, вот как раз у индусов-то все неплохо. И у Тирор Блейда главное, и у Тинкера. Понятное дело, у Фантомки тоже все неплохо. У нее 1.02. Но, как ты знаешь, Фантомка в начале, когда вот посмотришь на 9-й левел, так у нас Фантомка с Персой. И просмотришь Тирор Блейд, да, который сейчас, ну... С Яши Драгон Лэнсом. Да-да-да. Тоже 9-й левел, это очень опасно. Это на самом деле как-то пострашнее, чем Фантомка с Персойой смотрится. Это сейчас очень грамотный мог делать. Не стал опять на топ идти там дофармливать. Ему нужно просто пойти... Ой, ей прячут у нас... Забегают в спину, в спину забегают под хороший реверс. Отличный реверс. Это минус 2 просто на ровном месте. И ну и Ставер Блейд. Дабл килл от Сирор Блейда. Вот на самом деле очень правильное действие. Ты правильно заметил, сделали. Они реализовали свои ультимейты. Они сейчас заберут Тавер. Еще на меди Динайд Тинкер Тавер. Тинкер, кстати, может сам подстрелять. Я там не с них с них сойдет. Да, Тинкер все-таки подстрял. Вот этот Динайд Тавер ему дорого стоил. Дорого. Ну ладно, ничего страшного. Внизу в это время Тавер забрали. Тоже двух героев. Поэтому как-то потеря Тинкера здесь, конечно, неприятно. Ну, лучше бы не потерялся бы он. Графики у нас в нуле. 0 по золоту, 500 по опыту. Чуть-чуть там ведут нас лайкосы. А так ровненько пока все идет. Качельки такие небольшие. На самом деле вот по Таварам счет 2-1. В пользу как раз команды Дайер. Посмотри, было бы неплохо вот как раз Леону реализовать со Свардаром свою. В принципе, здесь нет, буду задать именно Дайгер. А потом, например, пойти кому-то найти из ультимейтов Леона. Но Леон пока реализовывает только... Ой, еще Феникс может стрелять. ...в управление в таверну. Умирает у нас Феникс. Вряд ли что сможет ли бы сделать. Тут яйцо первое. Быстрее, чем быстро ломается. Я не знаю, зачем он его даже ставил. Потому что на любом случае умирал. Яйцо, в принципе, полдаун 100 секунд. И как-то сейчас и без яйца, и он в любом случае там умирал. Там ничего не случилось, что могло спасти. Минус 3 Тауэр. Меняются, меняются инвокер сверху тоже, что в урочек подзабрало у нас. Пока, кстати, Карл еще более-менее не отыгрывает. У него 3-1-1 статистика. В принципе, занимается тем, что должен делать его. На его месте инвокер. Входит, сплитит. Фармит. Мидас до Аганима. Ему остаются 1000 голды. Стэша, вот еще 2 еще лежат. У него все неплохо, на самом деле. Да-да-да. Ну, первое место по натурусу. Даже лучше, чем неплохо пока. Вот тинкер. Совсем немного остается до даггера. И, соответственно, можно... Будет он еще более неубиваемым, скажем так. Более агрессивно будет действовать у нас. Да-да. 11 левел. У фантомки вот-вот будет бф. В это время шадоу демон. Он набирает превосходство, бывая вместе с Нюксом Леона. И это не конец. Ой-ой-ой-ой-ой. Икс. Стан. Не успевает. Чуть-чуть не успевает. И Баттлфюри появляется у нас. Тем временем у Атома Ассина. А если бы... Если бы ее сейчас забрали. Если бы он успел. Какой-нибудь какой тайминг был бы. Как они сорвали бы тайминг на Баттлфюри. Это на самом деле вообще очень неприятно. Буквально когда... Смотри, голды там какие-то. Да-да-да. Вообще супер неприятно. Когда ты щелкаешь на эту быструю покупку, да? И не можешь. И не можешь. Ох, обидно. Но, скажем так, появился очень важный айтем у Слордара. Это даггер. 17-ая минута. И, соответственно, с этим даггером, возможно, стоит уже попробовать что-то делать. Так как пока они отдают очень много. Они полностью отдают команде. У Феникса куда-то прилетел-то? Не знаю, куда он полетел. У него есть, в принципе, супернова имеется. Супернову он ставит. Отличный стан от Слордара. Санстрайк. Очень неплохой. Но уже надо делать садрун. Отличный сандра с тинкером. Минус три. Посмотри, Фантомка пытался добить тинкера. Однако подставилась под реваж. Как же они круто сделали. Честно говоря, я думала, что сейчас Фантомка впрыгнет, даст критую по тинкеру. И тинкер очень будет расстроен тем, что Серово Блэйд поменялся с ним хп. Этот трак 4 на 5 был, а Карла не было. Карл фармил на топе. Он просто санстрайком помогал. Это раз. Во-вторых, если Пейццо чуть-чуть буквально лопнуло бы, я думаю, там размен был бы неплохой. Что-то Феникс еще вышел бы, покидал бы там свои спалы. Ну, знаешь... Не особо получилось, да, конечно. Здесь вообще Инфинити начинает набирать и набирать. Посмотри, у Шаду Демона 2000 сверху. У Нюкса Даггер имеется. То Тиррол Блэйд уже с Монто Стайлом 1500 голды сверху. Тинкер Даггер 1000 голды сверху. И Дайт уже практически с Меккой. Буквально там чуть-чуть ему осталось до рецепта. Соответственно, с такими айтемами они, в принципе, могут сейчас пойти забрать Рошана. Лучше, конечно, чтобы Рэйвидж был. Скажем так, если вдруг захотят Лукасы драться, скажем, чтобы было чем отбиваться. Так скажем, да? А вот у команды Лукас у них... У Нюкса увидели. Увидели Нюкса и пацан Страйк минус. Нашли Санкан. Хороший центр оставил. Опасно так бегать на Нюксе. Честно говоря, это было вообще... Знаешь, это же не то, что опасно. Я там понимаю, если бы у тебя в команде как раз этот Минвокер был за тебя, да? И ты можешь, например, пойти поискать какого-то саппорта там и убить его в соло. Но хотя, на самом деле, здесь вряд ли бы. Хотя вот Леона, может, и забрал бы, потому что у него все лево хорошее. У него один стол лево. Собирает Рошана и не успевает сюда, скорее всего, Бьетн Инфинити прийти или успевает. Дарай уже 35 секунд, Мекка падает, да, Рошан? Не успели. И сейчас, на самом деле, Лукасы молодцы. Они сделали фраг, сразу пошли забрали Рошана. Ой, что, а зачем ты это опять яйцо поставил? Я тебе говорю, он несколько раз его ставит уже просто, ну... Короче, они не понимают, что они качаются через Макшиный лазер. Они качаются через первых спиритов, которые, ну, там, не первые, вторые, да? Не, короче, не Макшиный спирит. Они не замедляют вообще атаку почти. Просто не замедляют. Через этих первых, там, вторых спиритов просто сделают по 2-3 удара каждый. И все, у тебя яйцо упадет. Первый, все, это вообще фуфлышка. Его можно даже и не ставить, на самом деле. В очень редких случаях, если есть какой-то, там, суппортный ультимейт, там, серии Тейтхантера того же, да, который ты ставишь, или купол, там, Вайда, который ты ставишь ультимейт, а тебе начинают яйцо ломать, а сверху он накрывается, как раз, или реведжем, там, или хроносферой. А так просто яйцо это вообще, говорят, ставить. Пока ты не максишь в спиритов. Ну, честно говоря, вот несколько супервонов в этой игре я уже видела, и как-то они, на самом деле, не радуют, не радуют что-то, что Феникса пока не идет. Ну, ничего, это первая игра сейчас разыграется, скажем так. Так, 8-16, счет, давайте посмотрим, что у нас по графикам, и следующее. Тысяча по опыту ведут у нас команда Infinity, а по золоту это около 4000. Для 20... Ой, начинается замес, пошел реведж. И попадает реведж в них, в них, какой не очень точный реведж, соответственно, Пантомка быстро сбивает шаду демона, Тейтхантер просто пытается уйти на ТП, Слардар... Нет, там, не успевал ничего сделать. На самом деле, легко отделались они. Честно говоря, очень легко так реведжи давать. Как-то не идет у нас, знаешь, ультимейты такие. Так, Феникса находит у нас нюк, забирает его. Потом уже седьмая смерть для Феникса. Ну, как-то Феникс, на самом деле, немного умирает. Сейчас я покину, 30 секунд еще приду. Давай, давай. Честно говоря, если вот, видите, как только Смайл сказал, что, ребята, мне отойти надо, ребята сразу же паузу поставили. Все, пауза отжимается и продолжаем. Ну, давайте подумаем теоретически. У кого же будет сильнее лейд? Это будет Тиро Блейд или Фантом Ассасин. На самом деле, по... Вот, смотри, Фантомка у нас 12-й левел, Тиро Блейд 13-й. По айтамам сейчас уже у Тиро Блейда появится БКБ, у него и Монта Стайл, Драгон Лэнс, то есть, вообще, статистика 4.01. У Фантомки пока есть только БФ и Доминатор. Да, с БФом она очень быстро фармит, по идее, но пока она уже 2 раза умерла, соответственно, от Тиро Блейда отстает примерно 3 тысячи Нетворса. Ну, если честно... Проблемы пока у Лукасов, проблемы... У них все хорошо только у одного инвокера. У инвокера Трвела, Ганим, Барабаны, вот, прибыл себе Огар Клаб, Мидас, ну, то есть, вообще, он первое место по Натворцу занимает и, соответственно, стоит примерно на одном месте с Тиро Блейдом. Так. И очередная смерть Фантом Ассасин. Третья смерть. Если она так будет умирать, потом Фраг Тинкер забрал, Тинкер появилась линза. 14-й левел. Ненамного, кстати, его Фантомка опережала и опережает до сих пор. Начинается у нас замес. Минус 2 уже. В БКБ появилась и все, и Ролл Блейд, он просто под нем нарезает. Как же жестко. Трипл кейл от Тинкера. Про все состилил своими ракетками, лазерами. Ну, вообще, очень много Тиро Блейд здесь у него с демеджа. Молодец он, конечно же. И это просто минус 4 героя у команды Лукас. Ну, и 4 в 0. Сейчас еще и Тавр потеряют. Соответственно, инвокер один, скажем так, в поле неволен. И сделать, в принципе, ничего такому пушу он не сможет. Ну, давайте посмотрим, что, как вообще этот пуш будут пытаться остановить. Что у нас есть, чтобы его остановить. Фингер есть. Это я имею в виду вообще в общем на завес. БКБ в Фантомке нету. Ну, что тут у нас? Я тебе хочу рассказать. Сделали только что у нас Infinity минус 4 в 0. Какие-то постоянные лаги здесь происходят. Но, в любом случае, пока что у них, у Лукасов, я имею в виду, все очень-очень не очень. Так, это лаз у нас происходит. Так. Ой, что тебе, случайно? Плюсовал в чатик. Это ты типа тоже, да, у меня тут тоже пакеты страдают. И подключаются к игре. Вроде пока ничего не лагает. Ох, это не хитая, на которой просто комментировать невероятно сложно. Это Perfect World сервер. Это вообще-то. Я просто не знала, что там делать. По 20 тысяч раз заходить в игру. И не всегда это помогает. Да, да, да. Там это маршрутизатор. Очень странно проходит, по-моему, там через 5 или 6 точек. То на сингапурский кара сервак, по-моему, через 3 точки. Поэтому тут идеально работает, а там очень жестко. Ох, там ничего страшного. 500 пинг. Я думаю, сейчас упадет. Такие мини-пролаги. Блин, вообще, это, наверное, третий сундук добавляет. Не, ну что, должен скоро третий сундук выйти. Ты сколько поставила, кстати, в компендиуме, что какой призовой фон будет? А я ничего не ставила. Не ставила? Ну, я примерно думаю, что, если... Я так и думала, что там буквально на, может, на миллион, на два будет выше, чем... Ну, это максимум. Я 24-25 ставил. Почему-то. Ну, нет, как-то, знаешь, я уже посмотрю, что тенденция роста меньше. В принципе, уже как-то люди потихоньку к этим шмоткам начинают остывать и так далее. Да ладно, остывать, наоборот, там все эти... Ты будет, короче, больше двадцатки точно будет. Сколько там уже, 17, да? Сейчас, по-моему, 500 тысяч остается. 16 миллионов. 17 миллионов, 974 тысяч, ну да, 25 тысяч до 18 миллионов остается. Думаю... Болтос до рекорда, по-моему, да? Ну, ну, до нового, да. Ну, подождите, вообще, через сколько, когда он сочиняется интернашнол, там? Интернашнол начинается, по-моему, 1 августа. 1 августа, соответственно, до 1 августа у нас... Это крупно начинается. Вообще, не так много-то и остается, кстати. Не знаю, вот когда третий сундук выйдет, тогда уж будет в этот день, там опять будет такой скачок. Да, 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 вот из сундуков как раз. Может, еще что-то валю там напихнуть, и там скачок будет, там, 2 трилляма, наверное. Смотря на что в сундуке будет, не всегда такие вещи, на самом деле, отстойные. Мне вообще, вот, допустим, в этом, раз вот понравился, конечно, сет на Инвокера, и то, ну, вот его реально сложно выбить. Делают одну хорошую вещь, покупаешь вот эти долбаные левелы, а они, блин, не выпадают, не выпадают. Не, конечно, да ладно, все. Не будем о больном. Ладно. Я себе вообще шмотки никогда не покупал, никакие. Конечно, там, лави, игрок, популярность, я все дарю. Меня никогда не было нормальной. Ой, да все, 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 конечно. У меня единственная шмотка была, когда я в Virtus.pro играл, и то, что там фанаты выиграли, что-то из-за этого команде Virtus.pro дали, типа, ну, каждому игроку Virtus.pro дали, типа, крутой шмотке. Это единственная моя крутая шмотка в доте, которая была. И какая же это была крутая шмотка? Там какая-то жесткое седло на котла. Оно, типа, единственное там в мире было. Ну, потом, типа, они расплодились, но на тот момент, типа, единственное в мире было. Вот. Как же... И меня ее плавно украли. Украли? Да. Ты что, серьезно, что ли? Да. Слушай, Сереж, в чем проблема? Я думаю, что у тебя знакомые валвы были. Итак, начинается у нас замес, и первым может погибнуть Фантомка, за кексели у нас Нюкса. Фантомка погибает, уже минус один у команды Лукас. Дальше надо добивать Леона, у Леонов Finger of Death, и его добивает у нас Тинкер и Unstoppable от Свифти. Отлично играет в него, по-моему, сколько? Опять минус два на пустом месте, и сейчас должны... Надо отойти, отойти от Моноберная. Сейчас должны ломать в сторону, потому что байбэков нет. Ну да, они ее и сломают. Что ты сделаешь? Помнишь, мы обсуждали в начале игры? Иллюзии Тироу Блейда, родные, Монта Стайл и Шадоу Демон по КД будет делать. Да, Шадоу Демон сейчас накинет, сейчас еще одни сверху положит. Ой-ой-ой. Да ничего ты с ней не сделаешь, вообще ничего. Ну, я не знаю, о чем они хотели. Дайфити, хотели типа Тироу Фантомку поставить против... Ну, я так понимаю, она должна была влать Тироу Блейда и иллюзию уничтожать. Ну, это очень трудно сделать. Ну, почему нельзя тогда Свена, под который гораздо быстрее фармит? Свен, ну да, он куда круче выглядел бы, наверное, против Тироу Блейда. Ну и то, Тироу Блейд на самом деле собирает себе БКБ. Если его до БКБ не заберстить как-то жестким, ну, большим количеством дэмэджа, он пожимает БКБ и по-любому сделает Сандер. Ну, давай посмотрим, в принципе, теоретически. На данный момент в Фантомке был там хорош фарм и так далее, она не умирала, фраги даже делала на том же тайде и так далее. У нее сейчас есть БФ, нет до сих пор БКБ и Доминатор. Что бы было у Свена? У Свена при идеальном фарме на 19-й минуте с Эншентами есть Доминатор, есть ПТ, есть Сабля, есть Даггер. А на 22-й у него было бы, опять же, при таком хорошем, у него было бы БКБ. И это уже 5 более-менее хороших слотов, с которыми он мог бы носить просто, ну, вот этих вот того же Нюксуаша, Ду Демона и Тироу Блейда он должен был бы убивать, если бы ему как-то помогли. И у Тироу Блейда, возможно, было бы не так все хорошо. И врываться кто-то мог. Ну, а кто здесь должен врываться? Так, должен врываться Слардар, по идее. Слардар, да, под прокаст Инвокера, под яйцо Феникса, но прожимается БКБ на Тироу Блейде. И вообще Слардар, ну, и опять же, знаешь, тут уже под те же Карапасы Нюкса, ты врываешься на Слардаре вообще, какие-то Карапасы получаешь, сам уезжаешь за пару тычек от Тироу Блейда, потому что реально ему сейчас надо пару тычек, если он еще дэмэджа будет получать больше, то есть будет спринт у него включен. Просто ничего от Слардара не отстанется. Фантомка, Фантомка вообще без БКБ. Там ей Лазер даст Тинкер, прокаст Тинкера, и он, кстати, уже вон, с Аганимом, с Линзой, минус Феникс. Да, Тинкер жесткий. Тинкер, Тинкер тут очень хорош как раз против всех этих, кто с ручек бьет. И вот как раз-таки Нюкс, который обсуждали, что он там, ну, типа, на суппорте не так хорош, но на самом деле, зачем он здесь был пикнут вообще? Он против Феникса очень круто играет. Вот против того же Инвокера тоже очень хорошо действует. Кстати, все скиллы, которые издалека Инвокером бросаются, и Лазер Феникс, это все обрывается Карапасом. Ну, пока, кстати, только Карл хорошо отыгрывает в своей команде. Я отмечу, что Феникс, на самом деле, меня не очень впечатлил в этой игре. Какие-то... Вроде бы начало у них было такое неплохое с Лордаром на топе, да? Вроде бы в миде тот же Инвокер хорошо отстоял. И опять же, Фантомка с Леоном не давали так много опыта тому же Тайтхантеру. Опять же. Неслаженные действия командные. Да-да-да. Ну, Лайны отстояли хорошо, а когда начинались у нас, скажем так... Так, прошел подкаст Инвокера. БКБ просто террорует, погибает. Подключает, погибает Инвокер у нас первым у команды Лукас. Далее забирают Нюкса, пошел Равидж от Тайтхантера. Супернова лопнула. Минус Феникс, минус Леон. Погибают четыре героя у команды Лукас. Добивают здесь Шадоу Демона. И, конечно же, Фантомка здесь уже никуда не уходит. Развернись уже, никуда не уйдешь. Иди, делай, криты, у тебя 16-й лейл, может, что получится. Ничего, здесь не получится. 5 в 2 и... Сейчас по 2 дала подряд, там 2 героя или глобы. Эх. Да? Два подряд сейчас же с критами по-другому. Ну нет, 2 подряд можно дать, 3 подряд редко, конечно. Но 2 подряд нормальные. Часто заходят. Это псевдорандом просто. Да-да-да. Я, по-моему... Ну, может быть, что-нибудь. Но, в любом случае, никуда там она уже не ходила. Могла попытаться, но не попыталась. И, соответственно, сейчас забрали Рошана, забрали Аеги, забрали всех героев команды Лукас. Если мы посмотрим на графики, мы понимаем, что уже преимущество достаточно серьезное. И можно сносить... Какой серьезный? Стороны нету. Рошан забрали. Постоянно минус 5 делают. 11-29 счетов. Тут просто огромное преимущество. Иди, прям заканчивать и все. Очень трудно драться. Они не могут драться. У них даже БКБ хоть у Фантомки появилось, но Фантомка в соло не может даже на шаду демона убить. Никого она не может соло. Ну, демоджи мало. Ну, типа на кретоид на сколько? Там 450 на 200, да? Ну, по 1000 с лишним. Но все равно этого мало. Ну, все. Там мейки стики сразу поджимаются. Иллюзия от Сироп Блейда. Вот как вот эту стратегию пробить? Вот сейчас вот Тинкер запустит два марша. Два марша. Вот туда под тавер. АТБ стоит и ломает. И вот попробуй подойди. Напади на ТБ. У тебя эти марши впитаются. Ты ничего не можешь делать. Это такая старая добрая стратегия. Только там на месте Террор Блейда был Лондруид. Лондруид был? Слушай, я не помню этого. Ну, ты играли так у нас. С Лондруидом. Яичко, яичко, яичко. Успевает сорваться. Наконец-то. Наконец-то успевает. Однако погибает пока только Нюкс уравненно с Лордара. Сироп Блейд находится под БКБ. У него уже есть Скади. Шрадоу Демон прячет фандомку. Вот сейчас он должен, конечно, погибать здесь. Потому что... Драк продолжается. Погибает. Минус три сделали. Аегис уже потерял Сироп Блейд. Тинкер-то тут. Ох, Сурри, Феникс, Феникс. Нет, Феникс улетает. Тинкер его не... Вовту остались. Пощадил. Ой-ой-ой. Инвокер подолакарить. А что ты не дерешься? Дерись. Подерись, аж подолакарить. У тебя так и 300. Ну, дай ему 2000. Ну, что ты боишься? Раз, два. Издалека. Зачем вплотную? Вплотную блинкануться и... Сразу не забыл развернуться до 2000. Ну, кстати, минус пять у команды Infinity. На самом деле еще даже... Аегис выбили. Ну, в смысле... Минус четыре плюс Аегис. Да, минус четыре плюс Аегис, да. Теоретическое получилось минус пять. Тауэр забрали, но сторону не сломали. Как-то отбились. Отбились цена. Не знаю, тут вообще... В любом случае, я вот не вижу такого жесткого камбэка, который может произойти. Ну, давай подумаем, теоретически, теоретически. Что тут надо делать, чтобы могли Лукасы выиграть? Ну, им драк хорошо провести надо. Им нужно... Вот сейчас яйцо упало. Наконец-то, первый раз. Потому что его никто не трогал. Все были в дизейблах. Двое героя стояли под станом Слардара. Там кто-то полетел у нас в Торнадо. Кто-то попался на Хекс, и все. И там один герой сделал там три тычки по этому яйцу. И его тоже там на стан, по-моему, ли он поймал. Яйчко вот так вот нужно ставить, чтобы твои герои тебе помогали. Тогда у вас может все-то получиться. Как раз под яйцо начинает Фантомка в БКБ драться. Пока на Блэкенбаре ей трудно что-либо сделать, потому что у него там четвертый блюр, 50% мясов, ее там не пробивают, да. Вот, только БКБ заканчивается, ее начинается скиллов пробивать. Поэтому нужно все закомбинировать хорошо. У них-то есть еще шансы выиграть. Башер появляется у Фантомки. Все равно сложно будет. Тинкер еще свое не набрал. У него там слот какой-нибудь для того же Дагона, например, чтобы еще больше дэмэджа вносить. ДТБ набрал тоже. ДТБ, да. ДТБ, кстати, приобретает себя. Собирается приобрести бабочку. Находится на данном... Короче, в данный момент у него есть дабл дэмэдж. Ой, это уже страшно. Если кто-то подставится сейчас, посмотри на дабл дэмэдж. Ой-ой-ой-ой-ой. Подставляется ли он? На самом деле, еще лучше, кто мог подставиться, потому что ресница, он очень быстро, буквально через 30 секунд, сэнстрайк мимо. За 30 секунд база может упасть, потому что, ладно, Глиф еще чуть-чуть сохранит жизнь, как раз эти 5 секунд. И так, прыгает Тайтхантер, на самом деле, реведж не самый удачный какой-то. Минус Слардар, Слардар без байбэка, минус Инвокер, Инвокер тоже... Нет, Инвокер с байбэком надо укупаться. Надо укупаться сразу. Минус яйцо. Ну, или пиши ГГ, либо укупайтесь и деритесь дальше. Трипл килл от Тироу Блейда. Фантомка прыгает. Ой, и погибает в прыжке на самом деле. Ладно, тут, конечно же, минус 5, 35 минут потребовалось команде Инфинити, чтобы выиграть команду Лукас. Но это была только первая карта, дорогие зрители, поэтому у команды Лукас есть все шансы отыграться. Ну что же, а мы, в принципе, включаем вам музычку ненадолго и прерваемся на небольшую музыкальную базу.